Здравствуйте! Меня зовут Дина и Лидиана. Очень по-всякому, кому удобно, да. Я сторонник больше не лекарственной терапии, а восточной медицины, и поэтому то, что говорили про пчелу, это мне очень близко, потому что действительно от того, что мы едим, от того, что мы пьем и чем мы дышим, зависит состояние нашего организма, что получают, да, особенно дети, вот. И поэтому, если мы не можем изменить воздух, чем мы дышим, живем в большом мегаполисе, нет возможности, может, уезжать куда-то, да, то изменить питание и изменить водный состав, да, мы можем, это в наших силах. Плюс, естественно, естественно, обязательно нужно добавить упражнение. Для чего? Потому что движение это жизнь, вы знаете, и многие проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности, такой нехороший, например, симптом, да, который и у детей очень часто, это запоры, да, они в основном из-за чего? Из-за того, что мы мало двигаемся и много сидим, соответственно, у нас все застаивается, уплотняется, да, и, соответственно, приходит вот в такое нехорошее состояние. Вот смотрите, в восточной медицине считают так, что за желудочно-кишечный тракт, за работу его отвечают все системы и органы. Вот они рассматривают организм, знаете, такие, как тройной нагреватель, вот если вот так его взять, вот так рассмотреть, да, то тройной нагреватель. Вот нижний этаж, это то, что горит, это огонь, средний этаж, это то, что кастрюлька, в которой что-то варится, и верхний этаж, это знаете, когда мы варим, и по всей квартире, если у нас что-то хорошее, мы варим, приятный запах по всей квартире, правильно? Вот, до каждого-каждого уголочка квартиры он долетает, и также здесь, вот то, что варится здесь, в виде пары вот этого вкусного, то есть через кровеносные сосуды, доходит до каждой клеточки организма. И вот если здесь у нас вот что-то не функционирует, в частности, например, нет огня, огонь не подержит, что будет вариться? Ничего не будет не вариться, соответственно, никуда не будет разноситься, правильно? Вот если вот так рассмотреть, в восточной медицине вот все очень даже стает понятно, правильно? И самое главное, вот то, что это разносит, это у них называется энергия ци, вот эта живительная, оздоравливающая, животворящая энергия, энергия ци. Вы, наверное, слышали такая гимнастика, цигун, вот, она плавная, она такая вот доступная любому возрасту. И я вот вам сейчас покажу такие совершенно простые упражнения, да, которые помогут вам встряхнуть вот эту энергию, запустить. Потому что, смотрите, мы когда вот что-то у нас стоит в баночке, и видно, расслоилось что-то наверху, что-то внизу. Прежде чем, например, выпить, бывает там кефирчик, конечно, мы его встряхнем, правильно? Чтобы все ингредиенты опять перемешались, и мы это только тогда пьем. И вот в нашем организме, когда мы долго сидим, у нас тоже все заставится. Поэтому мы должны немножечко для начала его встряхнуть. Поэтому предлагаю вам сейчас тоже встряхнуться. Во-первых, сегодня очень тяжелый день, день очень низкой энергетики, поэтому я смотрю, вот такие уже тоже, уже спать можно, где-то собираетесь, да? Поэтому давайте немножко, кто желает немножко встряхнуться, немножко встряхнемся. Вставайте и делаем, да, совершенно такие простые упражнения. Во-первых, мы сначала растираем ладошечки, почувствуем это тепло, почувствуем тепло. Да, теперь мы о ладошечках разогрели, теперь мы будем встряхивать свой организм. Смотрите, что мы будем делать. Во-первых, встряхнули немножко ладошки, встряхнули. И теперь, начиная с головы, так как у нас в основном психосоматика, все болезни, мы немножечко свою голову, все свои мысли плохие отстучим, не сильно, голову бережем, одной ручкой, потом другой ручкой, теперь затылочек, то же самое, другой ручкой, постучали, теперь ушки греем. Не надо вот так вот, просто ушки разогреваем, потому что в лужах очень много вообще всего находится, и ушки тоже разогреваем. Загрели. Теперь пальчики делаем как клюмики, и клюем всю голову, начиная от лица и по всей голове. И так обратно. Поклюем немножечко себя, и обратно. И еще разочек поклюем, и обратно. Так, теперь представим, что льется вода, и у нас на пальчиках образовались капельки, и мы это стряхиваем. Стряхиваем пальчиками. Да, ручки расслаблены, стряхиваем. Теперь от локтя стряхиваем. От локтя. Совершенно простые упражнения, любому возрасту доступны. Теперь руки все полностью стряхиваем. Руки расслаблены, ненапряженные. Снимаем вот это напряжение, потому что любое напряжение, оно дает нам блоки. Стряхнули. Молодцы. Так. И теперь наполняемся энергией дыши. Руки стараемся, вы когда дома будете делать, руки через стороны вверх, и тихонько так же через стороны опускаем. Да, когда дома будете, вам удобно будет уже. Значит, через стороны вверх, через стороны опускаем. И последний раз делаем. Вверх. И опустили. Так. А теперь, помните, я вам говорила про костер. Теперь сейчас будем вот этот костер разогревать. Ручки опять. Мы сейчас стряхнули, мы почувствовали, что вам даже жарко стало. Мы энергию, вот эту цепь, все блоки убрали, мы ее запустили, она сейчас активно движется в организме. Теперь что мы делаем? Самая сильная печка в нашем организме, это почки. Поэтому мы вот здесь, мы сейчас разогретыми ручками. Вот так прикладываем. Почки у нас будут выше, мы до них обычно не тревог. Вот здесь есть две ямочки, которые, как точечки, да, они способствуют улучшению работы почек. И мы вот сейчас вот таким образом... А почему не ладонь, когда мы нагрели, почему? Не важно. Вот так вот. У нас энергией мы уже зарядились. И вот сейчас вот эту энергию мы передаем почкам. Передаем по кругу. Потому что вот, знаете, не случайно мы всегда утепляем поясницу. Вы не задумывались? Как поясницу утеплишь, сразу становится тепло. Правильно? Потому что почки это самая печка. И если мы замерзли, вы замерзли, в первую очередь утепляйте почки. У вас сразу вам станет тепло. Или вот такое упражнение мы делаем. Дальше встряхнули немножечко ручки. Опять нагрели. Так. Сейчас будем с животиком работать. Смотрите, что мы делаем. Кладем вот так вот по бокам вот здесь вот ручки. И сейчас мы будем его к купочку как бы сжимать вот так вот. Сжимаем, не спеша, тихонечко. И потом вот так вот ручками мы его будем разжимать. Еще раз сжимать. И разжимать. И теперь добавим дыхание. Когда сжимаем, выдох. Когда разжимаем, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Когда мы дышим, у нас быстрее все полезные вещества разносятся по организму. Потому что кислород доходит до самых капиллярчиков. И последний раз. Выдох. Вдох. Так. Опять потерли ладошку. Так. Теперь будем другое упражнение делать. Кладем ручки вот под грудь вот так на ребрышки. И то же самое мы сейчас ладошками будем вниз как бы эту энергию к полу убирать. И приседаем немножечко вот так вот. И теперь вот как бы пальчиками мы ее вот сюда обратно поднимаем. Вниз. И вверх. И теперь добавим также дыхание. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вдох. И последний раз. Выдох. Вдох. Простые упражнения? Простые. А теперь я покажу такое упражнение, которое предотвращает или помогает улучшать вот это кровоснабжение в ногах. Потому что откуда у нас проблемы с сосудами, вены и так далее. Печень берет кровь снизу. Поэтому, чтобы она здесь не заставилась, делайте такое простое упражнение. Смотрите, если вам тяжело, немножечко не хватает равновесия, может быть к стульчику прислониться. Посмотрите, сначала попробуйте, а потом если что прислоните. Смотрите, ножка поднимается медленно и ставится на пяточку. И как бы пяточка тянется. Почувствуйте напряжение в пяточке. Опять поднимается. Да, если что, придерживайтесь. Теперь носочек тянется. Теперь носочек тянется. Опять поднимаем ножку. Пяточку ставим. Тянем ее. Научитесь, не важно. Это главное понять технику и все. Вы дома это сделаете. Подняли. И носочек опять. И тянем его. Тянем. И последний раз подняли. На пяточку. Вверх. Носочек. Вот сейчас посмотрите, что чувствует у вас ножка, которая работала. Чувствуете? Вот, да. Чувствуете, что там пошло движение. Просто вы дома это можете сделать почаще. Давайте, чтобы вторая у нас не страдала, мы вторую ножку тоже потренируем. Подняли в коленочке. Опустили на пяточку. И потянули пяточку. Прямо ее тянем на себя. Вот этот носок как бы на себя. И задняя поверхность вот здесь растягивается. Так. Подняли опять. На носочек тянем, как балеринки. Опять подняли. На пяточку. Пяточкой тянем. Подняли. И носочек. И последний раз давайте сделаем. В коленочке подняли. Ставим на пяточку. Подняли. И ставим на носочек. Вот. Вы немножечко разогрелись, проснулись. Делайте эти упражнения. И у вас многие проблемы с желудочно-кишечным трактом уйдут. И плюс с ножками. И плюс с ножками.